Привет, друзья! Плотва – это мечта каждого рыбака, который отправляется на рыбалку в марте месяце. И каждый рыбак мечтает поймать плотву. Чем крупнее плотва, конечно же, чем лучше. И в этом видео я расскажу и поделюсь с вами той самой полезной информацией про ловлю плотвы на зимней, и точнее весенней рыбалке. Ну, кто как называет? Кто-то называет зимней, а кто-то называет весенней. И будем называть весенней рыбалка в марте. В предыдущих видеороликах я, в принципе, рассказывал про ловлю плотвы на весенней рыбалке в марте. Такого рода небольшого продолжения. Давайте, друзья, сразу не будем забывать об одной очень весьма-таки главной вещи, а именно про укрытие, то бишь палатки. Потому что, когда хорошо клюет или отлично клюет плотва на весенней рыбалке в марте, то это обязательно сопровождается каким-то осадками. Будь то дождь, будь то мокрый снег. Ну, дождь может и не пойдет, а вот мокрый снег, вероятность чуть не 99,100%. Дождь поменьше. Но все же, палатку лучше при себе иметь. То есть, либо китайскую какую-то, не буду теперь объяснять, почему лучше кулек, в предыдущих видеороликах я об этом рассказывал. Лучше же, конечно, использовать все-таки кулек. Ну, ладно, укрытие все равно должно быть. Если нет ни кулька, ни китайской палатки, то хотя бы на худой конец плачь. Потому что мокнуть в марте месяце, это все-таки не июль месяц. В июле еще ладно, можно под линии попасть, вымокнуть до трусов, потом солнышко выйдет, высохнете, и тепло, по крайней мере, в июле месяце, но не в марте. Насадки, которые, друзья, я использую для ловли палатвы в марте месяце, это опарыш, в принципе, с чесноком и опарыш с укропом. Вы, наверняка, многие из вас, друзья, особенно школьники, подумают, что про эти насадки, такие как опарыш с чесноком, опарыш с укропом, видеоролики есть на канале как в YouTube, так и в ZENI, в принципе, многие, наверняка, подумают, что это просто кликбейт. Обычный кликбейт, который на просторах интернета вы легко столкнетесь. Или, как я их называю, пустышки интернета. На этой насадке рыбак льет всегда везде и в любую погоду, едва насадка коснется воды. Кликбейт. Ну ладно. Возможно, вы, друзья, уже с этим кликбейтом столкнулись. И столкнулись, друзья, многократно. Поэтому поверить, что на опарыш, чесноком и опарыш с укропом, это вполне хорошие, рабочие, зимние насадки. Да и не только зимние, в принципе, можно и ловить в холодное время года, когда на лодочке летом, допустим, уже холодно, легко и без напряга клюет. Правда, друзья, не в любую погоду. Погоду, которую мы рыбаки называем без клюви, это когда вороны сидят на тополях и не взлетают. Не клюет ни на какие насадки, в том числе и на опарыша с чесноком и опарыша с укропом. После против погоды, точнее, друзья, они не работают. Когда погода меняется, лучше всего играть в русскую рыбалку или фишн-планет, только не ставить на реалистичность. Я распоставил на реалистичность. Сидел два часа, ждал, когда клюнет рыба. Так и не дождался. Потом через два с половиной часа все-таки клюнет рыбка. Я хотел бы сказать тем ребятам, кто по возрасту качится мне в сыновья, или даже во внуки. Ребята, если вы на просторах интерната столкнулись с какой-либо насадкой, не важно, где в ВК, в Одноклассниках, и еще где-то на Ютубе, и вас в этом убеждают, это лохотрон. Это кликбейт. Если вам советуют, это работает. Работает в ту погоду, когда клюет рыба. Но, правда, против без крови это, друзья, не работает. Запомните это. Одно правило. Когда вас убеждают в интернете, это лохотрон. Когда советуют, это работает. Советую прислушаться. Не поширеете. Так, что-то немножечко ушел от темы. Ну ладно, суть в принципе-то не в этом. Если вы ловите плотву в стоячем каком-то бодоеме, используйте крупы мелкой фракции. Ячка, пшеничка, как говорится, овсянка. А если используете реки, для ловли плотвы используйте панировку. Не важно, из белого, черного хлеба. Лучше всего самодельного. Это обходится более бюджетно, чем, например, покупать ее. Независимо, из черного хлеба вы делаете или из белого, или из того и другого вместе. Только не перепутите, друзья. Панировку нельзя использовать в стоячих водоемах. В том плане, что если вы планируете прийти завтра на рыбал на то же самое место, завтра, послезавтра или послезавтра панировку использовать не надо. Потому что хлеб отпускается на дно водоема, в стоячем водоеме, закисывает. И это снижает уровень кислорода. Даже без сновы в марте или же в том же апреле. Но речь про март. И в итоге, придя на завтра, вы там поймаете одну недоцепляйку. Ну, я про турыпку, которая по размеру со спичечный коробок. То есть, друзья, если используете стоячий водоем ближе к выходу к реке, используйте крупы мелкой фракции. Панировку используйте только на реках с небольшим течением. Потому что там уровень кислорода намного выше в марте месяце. Не забываем, друзья, что по старому календарю, повторюсь, извините, марк месяц считается зимним месяцем. И порой бывает, что в феврале, в конце февраля придет куда лучше плодба, чем в середине марта. В такой ситуации я столкнулся многократно. Насчет мормышек, друзья, не заморачивайтесь. Используйте маленькие тяжелые мормышки. Лучше всего подойдет валефрамовые. Валефрамовые мормышки маленькие весом 0,19-0,20 грамма. Серого цвета такие я и использую. Мормышки по весу 0,19-0,20 грамма. Используйте, друзья, про кивок, чтобы кивок под углом 90 градусов не согнулся. Если у вас сильно мягкий кивок. Поэтому подберите мормышку под ваш кивочек. Но если кивочек нормальный, в принципе, и 0,19-0,20 грамма вольфрама, мормышка серого цвета падет, не заморачивайтесь насчет формы. Не выносите вы себе эти мозги. Я никогда не выносил себе мозги какой-то там формой мормышки. Я выносил себе мозги всегда двумя вещами. Первое, наличие рыбы с точки улова. И второе, позволяет ли погода этой рыбе, которая находится подо мной, клевать. Этим я выносил себе мозги всегда. А насчет каких-то мормышек, насадок, прикормок и чего-то другого никогда не выносил себе мозги. Приоритетом всегда я оставил две вещи. Первое, погоду и наличие рыбы подо мной. И еще, друзья, не менее важна деталь. Плотва, рыба, в принципе-то, придонна. В отличие от, в принципе, уклейки, которые находятся подо льдом. Но у плотвы есть одно такое свойство. Плотва от дна может подниматься до пол воды. Поэтому, друзья, не забываем играть мормышкой. То есть, играть зимние удочки, создавая игру своеобразную, вашу игру. И опять же, не руйтесь на просторах интернета и не заморачивайтесь какой-то игрой. Самое главное, не переставая двигать мормышку вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. В общем, надоедать рыбе до тех пор, пока она сама не клюнет. Я обычно всегда так делаю. Поднимаю, поднимаю, раздражаю, раздражаю рыбу. Видно, ей надоедает и она начинает клевать, как сумасшедшая. Думаю, друзья, об этом сказал, что рыба приду на плотва и может подниматься в плоды. Потому что сетенькие рыбаки, как говорится, допускают весьма одну очень распространенную ошибку. А именно, пришли, мормышку отпустили до самого дна, прикормили и сидим, ждем. А плотва поднялась в пол воды. То есть, это стоячка, как говорится, когда несколько удочек лежит, и рыбак их, в принципе, не трогает. То есть, мормышка лежит у самого дна, а рыба находится, допустим, там в метре от мормышки, выше, намного выше. То есть, она ее просто не видит. И рыба никогда не будет искать насадку, которая находится на мормышке. Рыбак должен искать рыбу, а не рыба насадку. Это одно из главных правил, друзья. Поэтому, никогда не забывайте играть у семей удочки. Верхниз, 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 надаяем, надаяем, по самой неболуси, и там надаяем, и клюв у вас будет отличный. В отличие от тех рыбаков, которые будут находиться рядом с вами, поставят эти удочки, ой, теперь меня опять напишут, не водите людей в заблуждение. Я, пожилой рыбак, 90 лет ловлю рыбу, настоящую закидываю и всегда облавливаю всех. Боже правый, Как в шума тут не сойти, а? Ловите, друзья, плотву на опарыша с укропом, на опарыша с чесноком, на слабом течении используйте панировку белого, черного, либо независимо можно и белый, черный, а в стоячих водоемах ближе к выходу к реке используйте крупы мелких фракций, яичка, пшеничка, инкогрытый, молотая овсянка. И вы, друзья, всегда будете с плотвой, правда, опять же, оговорили, друзья, в ту погоду, когда вся нормальная рыба клюет. Как я вспомнил в названии видеоролика, всегда меня разбивает смех на эту насадку рыба клюет всегда везде и в любую погоду. Едва насадка коснется воды. Смеха панораму больше не смотрю с раншлагом. Читаю название таких видеороликов и всегда поднимаю себе настроение. Всегда смеюсь без слез, как рыба. Сколько я повидал, объездил все края, друзья, но чтобы рыба в бесклевье клевала на насадки, нигде не видел. Я, только как в интернете. Всем удачи, всем пока, друзья.